Привет, друзья, с вами Юрий Тиктакмир, не так часто к нам заезжают часы фирмы Компанало, это Subbrand Citizen, но не потому что они какие-то плохие, а потому что они просто дорогие, ребятки. Стоит эта моделька, которая сейчас на вашем экране порядка 200 тысяч российских рублей, официально 310 тысяч ипотских йен, и это лунник БУ-2002054А. О нем мы сегодня с вами и поговорим, полюбуемся и, конечно, по-доброму позавидуем новому владельцу этих прекрасных часов. Итак, модель БУ-2002054А, это топовая вещица, это Компанало, Компанало это Subbrand Citizen, выпускает дорогущие премиальные и по качеству, и вообще по внешнему виду часы, продают только в Японии, стоят очень дорого и продаются не во всех магазинах, что еще раз подчеркивает премиальность этой модельки. Перед вами лунник, калибр 8730, также в арсенале часов солнечная батарея, но вечного календаря здесь, к сожалению, нет. Но здесь есть индикация даты, индикация дня недели и месяцы, а также фазы луны. Часы выполнены из стали, прекрасная обработка, сложный браслет, очень красивый, качественный, все торцы, фаски, все просто на высшем уровне, приятнейший браслет, естественно, полностью литой, это даже не обсуждается. Застежка изысканная, без систем быстрого удлинения, обычно на дорогих часах такого не бывает. И задняя крышка, она глухая, со своей системой закручивания, номерная, проставлен номер. Этих часов, как и вообще всей компанолы, делается считанное количество в год. Модель достаточно крупная, габариты давайте я вам назову. Диаметр стекла составляет 39 мм, но сам циферблат, его видимая рабочая часть, это всего лишь 27 мм. Ощущаются часы на 45 мм, от края до края чуть более чем 46 мм. Высота 51,8 мм, толщина 15,2 мм, за счет выпуклого сапфирового стекла, выпуклость очень сильная, вам это должно хорошо быть видно. Вес, поскольку это сталь, 172 грамма, такая увесистая вещица. И между дужками, для любителей поменять ремешок, 21 мм. Конечно же на моей руке 17 см они не смотрятся, часы все-таки крупные, я бы рекомендовал хотя бы на запястье 18 см их надевать и с удовольствием носить. Давайте поговорим немного о циферблате, здесь реализовано несколько таких дизайнерских идей, дизайнерских фишек, скажем так. На 12 часах вы видите лучеванный циферблат, маленький дополнительный, это дата. Это гальванопластика и вот эти переливы красивейшие, под ними подразумевается солнечный свет и солнечное сияние. На 6 часах не менее красивая история, это лак синий наносится вручную и символизирует звездное небо очень красиво. И смотрите на звездном небе окошко луны, фаза луны, то есть как бы луна плывет по небу, ну выглядит конечно вживую. Просто очень классно, ни одна камера не может передать ни одна фотография, это нужно видеть, друзья. На 9 часах вы видите день недели и на 3 часах индикация месяца. Стрелки здесь стальные, полностью полированные, люминофора никакого нет. Но я вам скажу, что эти часы и не покупаются для удобства, они покупаются больше для вауэффекта и крутости обладания вот этой вещицей. Поскольку таких в принципе нет, их меньше тысячи штук уже произведено, хотя часы выпускаются уже по-моему пару лет. Друзья, будем заканчивать, еще раз краткие характеристики. Стальной корпус, выпуклое сапфировое стекло, браслет полностью литой, стальной. Вы видите винты, что еще раз подчеркивает премиальность, кроме цены, если кто не догадался, покупая эти часы за 200 тысяч рублей, премиальные они или нет. Отличная застежка, глухая задняя крышка с номером часов, их напомню меньше тысячи штук. Замечательный красоты циферблат, символизирует солнечный свет, луну на звездном небе. Премиальные материалы, великолепное качество отделки и солнечная батарейка, дата, день недели и индикация месяца с фазой луны. Красивейшие, прекраснейшие часы любой коллекции изюминок, даже если вы носите только швейцарские часы. Вот эту вещь, я считаю, стоит покупать, если можете себе, конечно, позволить. На этом все, всем спасибо, всем замечательного, отличного настроения. Будьте добры, веселы, счастливы. Всем удачи и самое главное, носить хорошие часы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok